Богатый котик баклажан или бедная кошечка Пушинка? Привет, я Анна Оськина и сегодня мы сравним жизни богатой и бедной кошки. Начнем же! Баклажан нежится на шикарной королевской лежанке с золотыми вензелями. Ну а Пушинка нашла пустую коробку. Не так уж плохо для кошки. Чтобы сделать лежанку баклажана мне понадобится 3 цвета полимерной глины FIMO. Из розового с блестками я формирую основные элементы лежанки. Вырезаю пуфик и спинку и катаю 2 колбаски под локотники. На пуфике при помощи линейки и иголочки делаю небольшие засечки. Это будет прошивка. Рисую полоски с расстоянием в 1 см под углом сначала в одну сторону, а затем в другую сторону. Таким образом получается вот такое прошитое стеганое полотно. Так я прошиваю пуфик и спинку лежанки. Из тонко раскатанного ярко розового цвета отрезаю 2 полоски толщиной примерно 5 мм. И располагаю их внизу по контуру пуфика и сверху по контуру спинки. Вырезаю 2 маленьких кружка формочкой и ставлю их спереди под локотников. Моделирующим инструментом продавливаю углубления на пересечении прошивки. Также это можно сделать спицей или инструментом с шариком на конце. От колбаски розового цвета нарезаю много маленьких кусочков. Катаю в шарики и каждый шарик кладу в каждое углубление. Делаю это на пуфике и на спинке. Воспользовавшись силиконовой формой делаю золотой вензель из полимерной глины. Просто забиваю форму пластикой, а потом достаю оттуда. Нижнюю часть вензеля срезаю, соединяю детали лежанки. Присоединяю спинку и валики с боковых сторон. А сверху размещаю золотой вензель. Катаю длинную колбаску ярко розового цвета. И заполняю ею пространство между спинкой и пуфиком и боковыми валиками. После чего отправляю лежанку запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. Чтобы сделать коробку для пушинки рисую сетку на серой бумаге. Размер ячеек 3 на 5 сантиметров. И только края которые будут отгибаться в разные стороны можно сделать поменьше. Я сделала 2,5 сантиметра. Вырезаю каркас коробки. Сгибаю все по линиям которые начертила. И просто собираю и склеиваю эту коробку. Получается вот такая лежанка и туда прекрасно помещается пушинка. Что же едят наши кошки? У баклажана всегда полные миски еды. На его роскошной подставке. И пушинке сегодня повезло. Кто-то насыпал ей корма в консервную банку. Для консервной банки я беру серебряную полимерную глину FIMA. Раскатываю тонкий пласт и вырезаю из него полоску шириной 5 миллиметров. Эту полоску размещаю вокруг металлической формочки. Отрезаю лишнюю пластику и замазываю пальцем вместо стыка. Этой же формочкой я вырезала круг. Он нужен для того чтобы сделать крышку консервной банки. Которая отогнута. Круглой формой поменьше я продавливаю кружочек. И затем инструментом шариком на конце делаю полоски круги на этой крышке. Так как это бывает на обычных консервных банках. Края этой крышки надрезаю ножом чтобы они были будто бы открытые. Теперь ставлю формочку на пласт серебряного цвета. И аккуратненько вырезаю по контуру. По краям я все замазываю пальцами чтобы не было видно мест стыка. И получилось хорошее дно консервной банки. И присоединяю крышку консервной банки сбоку будто бы она открыта. И чуть-чуть ее загибаю как они обычно отгибаются. Край банки также обрабатываю ножом чтобы он получился вот такой вот весь рифленый. После чего запекаю 20 минут при температуре 110 градусов. Когда банка запечется и остынет можно снять ее с формочки. Получилось очень классно. Миски для богатого кота я делаю по принципу консервной банки. Только розового цвета с блестками. Отрезаю полоску розового цвета. Накладываю ее на металлическую форму. Отрезаю лишний хвостик и замазываю место стыка. Ставлю формочку на пласт розового цвета толщиной 1 миллиметр. И аккуратненько обрезаю по контуру. Замазываю по краю место соединения чтобы миска смотрелась единым целым. И в таком виде отправляю запекаться. На 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания и когда форма остынет аккуратно снимаю миску с формочки. И чуть-чуть шлифую ее края чтобы они были более ровными. Нужно сделать две такие миски для корма и для воды. Ставлю их на пласт розового цвета. Достаточно толстенький толщиной 3-4 миллиметра. И аккуратненько вырезаю по форме. Это основа для подставки. Нужно чтобы миски хорошо на ней умещались. Хорошенечко разминаю золотой цвет. И закладываю его в силиконовую форму. Чтобы аккуратно заложить пластику в силиконовую форму. Можно воспользоваться каким-нибудь инструментом. Потому что форма имеет различные кривые. В которые нужно запихнуть всю пластику. Чтобы нигде не осталось пустот. Лишнюю полимерную глину я срезаю лезвием. И аккуратненько разглаживаю поверхность. После чего достаю незапеченный вензель из формы. Отрезаю его нижнюю часть. И ставлю на подставку. Чуть-чуть закругляю края этой подставочки. И можно отправить ее запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. После запекания ставлю миски на подставку. И можно кормить котика. Свои секретные дела баклажан решает в королевский лоток. Там самый мягкий и приятный лапком наполнитель. Пушинка, надеюсь дети не будут играть в этом песочке. Иначе они найдут твой приветик. Свои дела Пушинка делает в песочек на улице. Чтобы сделать лоток для богатого кота. Я использую картонную заготовку. Накладываю ее на пласт ярко-розового цвета. Толщиной примерно 2 мм. И аккуратненько вырезаю по контуру. Получается нижняя часть лотка. Чтобы сделать бортики. Я раскатываю пласт толщиной примерно 1 мм. Очень-очень длинный. И по линейке отрезаю полоску высотой примерно 1 см. Эту полоску я накладываю вокруг картонной заготовки. И аккуратно замазываю место стыка. После чего эту коробку отправляю запекаться. Для украшения королевского лотка. Я использую силиконовую форму в виде крыльев. И в виде короны. Сначала я запихиваю пластику в форму в виде крыльев. Аккуратно подравниваю. Убираю лишнюю полимерную длину. А затем запихиваю в форму в виде короны. И отправляю эти заготовки запекаться прямо в этих формах. После запекания достаю корону, крылья. И очень аккуратно нужно достать саму форму лотка. К картону очень часто полимерная глина прилипает. Поэтому я засовываю спицу между картоном и самой формой. И провожу ее по всей поверхности по контуру лотка. Чтобы отсоединить ее. После чего форма хорошо снимется легко. И уже на клей приклеиваю крылья и корону. Котик будет какать по-королевски. Наполнитель делаю из шерстяных ниток. Я просто отрезаю ниточку. Складываю ее в несколько частей. И нарезаю очень-очень мелко. Чтобы получился мягкий, пушистый и мелкий наполнитель. Вот такой вот милый и комфортный лоточек получается. По-моему котик очень доволен. Баклажан живет в роскошной квартирке. В полном комфорте. Ну а пушинке остается ютиться около забора. Хотя он хорошо защищает от ветра. Забор я делаю из деревянных шпателей. Беру деревянные шпатели. Отмечаю ровно серединку. И нарезаю их пополам. Раскладываю их в ряд и приклеиваю два шпателя. Сверху и снизу этих рядов. Чтобы забор стоял, нужно сделать две стоечки с обратной стороны. Приклеиваю их на клей. Жду когда высохнет и можно ставить заборчик. Итак, теперь вы знаете, как живет богатый котик Баклажан и бедная кошечка Пушинка. Какой котик вам понравился больше? Мне кажется, что они оба милашки. И оба заслуживают хорошей жизни. Пушинка тоже нашла свой дом. Ее ждут тепло, уют и любящий человек. Пусть все котики на земле будут счастливы. Жизнь котиков на улице очень сложная. Поэтому пусть все котики живут как кот Баклажан. Ну а я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok